Добрый день, с вами Кельдориан. Как вечный данжен мастер сталкиваюсь с большим количеством сложности при ведении длительных кампайнов. Поэтому где-то месяц назад я и мой товарищ начали разрабатывать приложение для облегчения ведения длительных кампайнов. Позвольте же его продемонстрировать. Предварительное название рукомастера. Итак, сначала сводка по функционалу, который будет в финальной версии. Учитывайте также, что данная симуляция приложения с жизнью королевств происходит с участием отряда игроков, размещенных в той же среде. Приступим. Основной функционал симуляции жизни государств на глобальной карте с такими переменами, как фракции, их города и отряды, бродячие виды отрядов и их логово. Взаимодействие всего этого, включающие в себя перемещение отрядов по глобальной карте, экономика, локальные конфликты и войны. В дополнительный функционал будут также входить инструменты, такие как симулятор погоды, плюс его рандомизатор, рендактируемый набор рандомизаторов, в который вы можете внести любые переменные, например, создать свой собственный рандомизатор лута, да, или, например, случайных событий в городах. Также, настраиваемый календарь для вашего мира, генератор имен для городов и имен для персонажей, ну и, конечно же, дневник мастера для заметок. И самое главное, будет возможность сохранить все эти настройки, весь ваш мир в специальный файл и обмениваться им между мастерами. Вы можете создать мир для разнообразных систем, будь то D&D, Pathfinder, Starfinder, Звездные войны, Гарри Поттер. Все глобальные карты, ими можно будет обмениваться между другими пользователями этого приложения. Что касается среды приложения, на которые будет происходить симуляция. Если вкратце, то вы можете полностью отредактировать любой элемент симуляции. Все, что я сейчас ниже перечислю, уже входит в текущую версию приложения. Первое. Возможность загрузить любую подложку карты, которую вы создали в любой программе или нарисовали от руки. Второе. Поверх вашего изображения можно будет настроить сетку тайлов, которые будут использоваться для симуляции. В-третьих. Вы можете настроить также сами тайлы местности, которые будут наноситься на глобальную карту, с возможностью изменить их проходимость. Ну и само собой работа со слоями, по которым будут перемещаться разные отряды. В среду входят также и ресурсы, которые будут использоваться на глобальной карте. Вы можете создать свой, любой ресурс и даже цепочки производства. Ну самое банальное. Зерно, мука, хлеб. Но вы можете также создать, например, какое-нибудь уникальное вино, которое производится там где-нибудь на восточном побережье вашего королевства. Какого-нибудь уникального. И, в-пятых. Доступна также будет настройка всех параметров. Городов, деревень, юнитов. Что в шаблоне, что уже размещенных на карте. Надеюсь, я вас заинтриговал. Теперь же давайте продемонстрируем все то, что я вам сейчас перечислил. Для начала покажу уже рабочую карту текущей версии. Это королевство, на просторах которого сейчас я веду свою кампанию. Как видите, изображение для подложки было выполнено в стороннем приложении. Сюда я его просто загрузил. Далее моей задачей было нанести поверх изображения карту местности с помощью тайлов, которые я подготовил. Указал, где находится вода, где равнинные регионы, где леса, горы. Провел дороги. Следующей задачей было подготовить основные ресурсы, на которых будут жить люди на этих землях. Даже организовал небольшую цепочку производств. Само собой, нужны продовольственные товары, которые будут доставляться в город. Я выбрал пару видов овощей. Также задал производство зерна, трав, хмеля и ягод. Которые будут доставляться в город крестьянами на продажу. После чего, уже в городе, их перерабатывают ремесленники и создадут хлеб, зелье, вино и пиво. Следующей задачей было создание соответствующих юнитов, которые будут взаимодействовать с этими ресурсами. Например, условные полевые крестьяне будут производить большинство ресурсов в деревнях. Мельники будут перерабатывать зерно в муку. С остальными юнитами сделано по аналогии. Далее, нужно организовать локационные пункты, в которых будут жить и работать эти юниты. То бишь, города и деревни. Можно указать, какие ресурсы в каких локациях будут производиться. Если у нас есть совпадение, что юнит производит определенный ресурс, и он находится сейчас в той локации, где можно изготавливать данный вид ресурса, то он будет его делать. Также на локации нужно добавить тип этой локации. На текущий момент их доступно несколько. Основные это город и деревня. Для того, чтобы правильно задавать модели поведения для будущих отрядов, которые будут там появляться. Ну и, собственно, в финале требуется создать эти самые отряды, в которые будут собираться юниты для перемещения между городами и указанием тоже отдельного их типа поведения. Как видим, настроить можно буквально все. Самое приятное, что сделать это надо только один раз. Или можно будет просто попросить, опять же, модель мира у какого-нибудь знакомого мастера, который работает в этом приложении, в который будет все настроено. А далее просто пользоваться. Собственно, что и остается. Расставляем города, деревни. При необходимости отряда для экспозиции. И готово? Запускаем симуляцию. Пока что это весь функционал. Конечно, подробностей по использованию приложения будет очень много. И даже сейчас я вам еще много чего не рассказал. Но на этом можно пока, думаю, закрыть общую сводку по обзору приложения. А теперь к очень важному для меня и моего напарника пункту. Когда приложение будет готово. Точные сроки озвучить сложно, так как идеи продолжают появляться, а некоторые механики надо будет переписывать в целях оптимизации. И само собой, это все требует времени. Времени, в которое не получится работать на чем-то еще. Да, и для зарабатывания денег. Мы бы хотели выпустить приложение в стиме, и я уже работаю над этим. Но в связи со сложной, ну вы знаете, ситуацией в стране, с этим возникают проблемы из-за санкций. Вот, мы очень нуждаемся в поддержке будущих пользователей приложения. Поэтому было принято решение открыть в Усте, через которое вы сможете нас поддержать. Под видео есть ссылки, ведущие на него. Просьба подписаться и поддержать данный проект. А если вы вложите средства по подписке мастера, то будете уже сейчас получать актуальные версии приложения. И ссылку на закрытый Escort канал для общения, в котором вы сможете, например, задать вопросы по поводу пользования этого приложения, если они у вас возникнут. Ну и также сможете дать обратную связь, и может быть даже подкинете идеи, которые можно будет реализовать. Ну или хотя бы распространите ролик и поставьте лайк. Для вас делает это приложение команда Teasteria. Я, Роберт, и мой напарник Вячеслав. Вообще, в дальнейшем у нас есть еще и планы создавать игры. Ну и на этой заключительной ноте я желаю вам хорошего дня и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok